Ура, ура, ура! Праздник у нас, наши милые, милые подписчицы! Вот я с таким уже, видите, осенним красивым букетиком стою вас поздравляю. Мои дорогие, любимые, пожалуйста, я хочу, чтобы каждая из вас была счастлива по-настоящему, чтобы за спиной всегда стоял крепкий мужчина, чтобы в ваших домах росли замечательные дети, которые вас понимают, внуки. Значит, чтобы в ваших сердцах всегда жила любовь, чтобы даже вот в это непростое время всегда была надежда, светлое будущее. Мира вам, добра, позитива, будьте любимы, красивы, счастливы. Любим вас очень-очень-очень. И еще мы с Миланой завтра уезжаем, небольшое мини-путешествие будем вам показывать. Ну а сейчас приедем домой, будем разбирать много-много наших подарков, потому что меня сегодня поздравляют и поздравляют целый день. Покажу вам немножко, как у нас сегодня был саксофонист, зам генерального директора стоял с ворохом тюльпанов, с подарками всех девушек нашей большой компании поздравлял. И сейчас мне продолжают носить-носить подарки, цветы мои экипажи, капитаны. И просто давайте будем, едем домой. Мы с Миланой чудесно покушали, пообедали. Какой у нас праздничный мини-праздничный такой предпраздничный обед случился. Сходили в нашу любимую тундру. И мы давайте едем домой и распаковываем наши подарки, что мне там мои любимые экипажи преподнесли. Едем домой. Хорошего вам настроения, праздничного, любви-любви-любви. Целую. Милашенька, ты мне помогать будешь? Милана, посмотри. Сейчас подписчики увидят, что ты не будешь помогать матери. Смотрите. Представляете, у меня просто немерено цветов. Тут мой любимый ледоколок. Какую-то вообще громадную мне что-то там тоже передал. Я еще не смотрела. Ну что, пошли домой. Ребенок, пойдем домой. Смотрите, вообще просто. Немоверно. Настроение сразу улучшается, когда видишь всю эту красоту. Да, давай. Так, это что такое? Наверное, наборчик какой-нибудь, да? Набор для выращивания микрозелени. А, ну это набор. Это нам подарили наши мужчины, которые все дело. Ну что, будем откроть? Так и зачем. Это же просто набор. Ну, давай, хочешь, откроешь. И тебе интересно что-то. Ну что, мне интересно. Тебе интересно? Ну давай. Открою, посмотри. Смотрите. Нет, это надо будет посмотреть потом. Да, конечно. Да, ты только аккуратненько, чтобы не... Милан, не надорвать. Я так, а я не раздумал. Нет, вот. Это вот так все. А, нет. Да, вот. А, ну тут инструкция, да? О, микрозелени. Будем мы его выращивать. Ну, хочешь, будем, конечно. Тут всякое разы. Смотри. Ох ты мой. Мы будем выращивать. И у нас будет укропчик. Так, давай. Все, закрывай. Так, давайте снова. Так, достаем еще пакетики у нас здесь. Так, давай. Это что? Подожди. Это, подожди. Давай мы расскажем. А, ну вот, короче, это на... Подожди. Мужчин. Мужчин. Это получается такое... Это что? Подожди, Милан. Милан, вот это вот. Милан. Как называются цветочки? Свисной. А, просто свисной. Короче, ладно. Кто знает, как называется, потом расскажете. Милан, оставь. Минь, мискуал. Биг смайл. Ну ладно. Странно, но ладно. Большая улыбкаешь. Мы с тобой не цветоводы, поэтому нифига не знаем. Вот. Так. Сейчас, подождите. Нет. Это мне подарил капитан моего... Смотри, свиску. Артур Леонардович. Артур Леонардович. И вот этот тоже. А мне это. Подарил мне букет тюльпанов. Вот такую большую коробку Рафаэла. И... Милан, открой. И... Барабан Альдруи. И бутылочка. Милана, что тут? Какое оно? Коллекционное. Коллекционное вино. Да. Так. Давай дальше. Это у меня капитан. Ставь сюда. Так. Все? Милана, как обычно, поставила. Ну, что сказать. Ничего. Бегом. Так. Так. Теперь давайте смотреть, что подарила мне моя ОПЕ. Так. А тут еще подожди. Пу-пу-пу-пу-пу. Сейчас доставай. Это у нас крем для рук. Крем для ручек. Так. Рафаэла. Рафаэла. Понятно. Конфеты пошли в ход. А это нам подарил, с цветами подарил Атом Флот. Смотри. Это что, Миланочка? Смотрите. Это у нас варенье из черники. Так. А это у нас соус из башники. О, видите. Короче, мужчины. Это дарил зам генерального директора Атом Флота. Вот наш логотипчик. С 8 марта. С 8 марта. Вот они с утра нас поздравляли с джазом и так далее. Это я съем. Пряник. Давай дальше. Так, все у нас еще. Так, а теперь... А подожди. Вот это, это опь, да? Давай, давай, опь. Давай, что там нам? Аккуратненько. Аккуратно. Аккуратно. Так, смотри. Опь. Так. Чоколад, короче. Вообще. А, сейчас. Извиняюсь. Это же я. Так. И что это у нас? Это что? Конфетки. Опять конфетки? Я думала, они там бутылочку что-нибудь. А, нет. Это... Это... От Михайлова Руслана Петровича. Вот так вот. Это от Руслана Петровича. Хорошо. Так. Дальше. Это тоже у меня, командир. Тихонечко. Тихонечко. Я тихонечко. Так. Это что-то от кого? От... Бала... Балашова. А, вот. Опь. От Балашова. Вот. Ой, боже мой. Мои ребята. Белый... Белый кролик. У нас очень хорошая такая пекарня. Белый кролик. Матерь Божья. Это все у меня. Ой, ну это вкусненько. Прям вообще. Красотень. Да. Вообще здорово. Давай, давай, смотри. И что еще? Еще что у меня там? Смотрите. Ривгош, да? Так, а тут кого? О, подождите. Там тоже будет, что ли? Нет, чек. А, просто чек. Чек мы... Мужики забыли чек убрать. Чтоб Наталья Александровна их начальник отдела кадров сдал. Что подарили за... Сколько там? Тысячу триста рублей подарок. Так, ладно. Так, открывай. Давай. Я думал за две тысячи. Господи. Так. Это от кого? От Филюшина. Да, это у нас повар на Аби. А, опи. Да, это опи. Бог ты мой. Смотри, лимон. Это тоже лимон. И это. Значит, это молочко для тела. Мягкий гель для душа. И для рук. Крем. Ну, от ногтей. И ногтей. Отлично. Вау. Ну, что вы... На дома. Да. Да. Уже у нас стоят цветы на подоконнике. И честно вам сказать, ну, правда, вот, что ни говори, я, конечно, всегда ругаю мою компанию за то, что это, ну, сюрпризы они умеют делать. Переманили по деньгам самого лучшего сексофониста. Я не могу вам просто показать, как это было с утра, потому что всё-таки там зам генерального директора, да, и, ну, лица проскальзывают, я думаю, что не стоит. А переманили самого дорогого сексофониста в Мурманске, потому что там и Роснефть, и кто-то ещё хотел его заказать. Ну, вот, а там флот переманил. Значит, аж за сколько, интересно? Я не знаю. Не знаю за сколько, но, понятно, это же не московский сексофонист какой-то там известный. Я просто не сильна в сексофонистах, в именах. Вот. Честно вам сказать, вот вся эта ситуация, которая сейчас творится в мире, немножко, да, ни у кого, по-моему, не было настроения. И сегодня вот первый день, когда такой праздничный, просто праздничный-праздничный день, правда, и моя компания этот праздник устроила. Много очень мальчишек, которые поздравляли, мой экипаж, мои любимые, вот, те мои самые любимые, те и поздравили, да? Вот. Так что спасибо им огромное, люблю их очень-очень сильно. Есть хорошие, конечно, люди, есть отзывчивые, такие внимательные, вот, и приятно, что это это, что это всё-таки мужчины. О, Ося капричит. А, кстати, у нас вот тоже Ося приболел, болел несколько дней, очень сильно его, за него переживали. Сейчас я его возьму. Ой, короче, он, в общем, не пережил. Милана, что у тебя нового? Расскажи. А что у меня нового? Ну, Милана, учёба. Милана закончила две все вот эти курсы по английскому языку. Очень жалко. Но через две недели курсы начнутся, я тебя могу обрадовать. Будешь? Продвить. Да, в ирландской школе. Будешь? Продвить. Да. Будешь? Серьёзно, да. Прикольно. Да, через две недели перерыва, и потом начинаем. Так, значит, дальше, у нас ещё чем была занята? Ну, во-первых, очень было много работы, очень-очень, просто уставала колоссально. То же самое, я уставала после учёбы, потом шла на теннисы, это тоже. Нет, я честно клянусь, что я очень сильно люблю спорт в теннис, я очень сильно и хорошо занимаюсь по нём. Сколько уже занимаюсь? Восемь лет. Восемь. Восемь, ну, по-моему, лет с трёх ты начала, да, заниматься? В смысле трёх, с шестью? Нет, с трёх. С трёх? Ну, где-то в четыре года первый раз, да, наверное, так. Ну, примерно, да. Ну, я очень много уже занимаюсь, 11 лет, что-то. Ну, в общем, с вами была готова. И что, вот Милана тоже загружена была, я очень сильно... И знаете, в этой ситуации, наверное, первый раз я очень рада, что загружена, потому что нет времени читать эту информационную совершенно войну. Ну, в этой ситуации мне прежде всего жалко людей по обе стороны. Я всегда считаю, что лучше худой мир, чем хорошая война. Поэтому тут неизвестно, кто прав, кто не виноват. Можно рассуждать очень много на эту тему. Но вот у каждого у нас тревога за наше будущее, за наших детей, да. Я думаю, что это присутствует. Поэтому вот не было совсем настроения что-либо выкладывать. И сегодня первый день, когда вот такой праздник нам устраивает. Мы с Миланкой даже сходили, вот поужинали, ой, пообедали в наше любимое заведение. А завтра? А завтра, да. А, и еще чем была заметна, у меня проходят, как раз шли еще суды со страховой компанией. Суды еще не закончились. То есть, я думаю, окончательно уже решение будет по первому делу у нас 31 марта. И по второму делу 6 апреля. Да, потому что судьи тоже, у кого отпуск, у кого какие-то командировки. Ну, вот такая ситуация. Ну, а завтра, завтра мы... Давай, Мил. А завтра мы отправляемся в небольшое такое... Маленькое путешествие. В небольшое, да, путешествие. Будем вам все показывать и рассказывать. Все. Любим. Конечно. Целую. Ваша Наташа. И Милаша. Все влюбленные девочки. И Оскар. Все. Целую вас. Хороших вам выходных. Пожалуйста, не скучайте. Больше, больше позитива. Милая и добра вашему дому. Милая и добра вашему дому. Снимаю. Вот так нас мужчины сегодня поздравляют. Наш генеральный директор. Супер праздник сделали, да. Наш генеральный директор.